Держать курс на европейские нормы, чтобы не уничтожить аграрный сектор. К этому призывают украинские фермеры. Они также опасаются отмены моратория на продажу земли. Говорят, и сейчас едва сводят концы с концами, а когда угодья станут товаром, придется вообще закрыться. Поэтому решения рады продлить запрет. Приветствуют об этом аграрии, рассказали лидеру оппозиционного блока Юрию Бойко. Он приехал в одно из сел Киевской области. Подробности в материале. Раньше в этом районе было три десятка фермерских хозяйств. Выжили единицы. Главный зоотехник утверждает, надои хорошие. Но тут же сокрушается. Цена, по которой молоко продают на завод, менее 9 гривен за литр. Поэтому фермеры едва держатся на плаву. Квитка, она дает 45 литров за дубу. Это маргаритка, она дает 38 литров. Сейчас литр воды, дороже стоит, чем молоко. И просят качественное молоко. Мы стараемся качественное молоко выпускать. Чтобы развивать, чтобы дороже наша продукция была дороже. Для своих четырех сотен буренок корма выращивают сами, арендуя у местных селян паи. Продление моратории на продажу земли фермеров порадовало. Когда действительно держится фермер, это людям заработная плата. Село всем живет. Потому что все понимают, что не будет господарства, не будет фермеров, то не будет и села. Будет продаж земли, то люди поскупливают за беседу эту землю. Одна из небольших добрых вещей, что принял парламент в этом году, это продолжим мораторий на продаж земли. Потому что никто не понимает в сообществе, что такое рынок земли. А в условиях падения национальной валюты и прихода великих агрофирм, то это была реально небезопасность для людей, которые работают на земле для фермеров. Они просто могли быть разорены. Еще одна проблема. В прошлом году аграриям отменили возмещение НДС и существенно урезали дотации. В бюджете на следующий год выкроили всего миллиард гривен на поддержку фермеров. Как вариант выхода из ситуации снижение НДС до 7%, как это сделали уже давно в соседней Польше. Сробите, как в всему цивилизованному свете, 7% ПДВ на продукты харчевания. И это будет выгодно и для населения, потому что продукты будут дешевше ко что-то. И это будет выгодно для бизнеса. Вам ничего государство не дает? Ну, ничего не дает. Парламент, вообще влада в целом, должна принять несколько важных решений. Нужно уменьшить ПДВ, и люди подсказывают, что нужно уменьшить ПДВ на продукцию до 7%. Это нужно обеспечить нормальные доступные относительно дешевые кредиты. Не так, как сегодня 15-20% в речных. А сегодня, на жаль, мы приходим на то, что Украина уже при таком подходе с боку государства будет завозить сало и молоко из других стран. Мы должны допомогать сельгоспортным производителям, чтобы они чувствовали поддержку государства. И в ближайшее время, на додаток до моратории по продаже земли, мы дадим несколько законов, которые будем нам требовать прохода через парламент. Аграрии убеждены, без новых законов многие фермеры будут вынуждены свернуть бизнес. А значит, украинские села ожидают безработица. Павлина Василенко, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует.